И снова вам здравствуйте, всем привет! Итак, перед тем, как я начну переделывать этого персонажа под лицевую анимацию, еще раз хочу вам сказать, тем, кто занимается 3D-моделированием, многие именно каналы не пропагандируют, а говорят о том, что вот ты научишься делать хорошие модели, научишься делать анимацию, и тебя заметят, и тебя позовут в какую-то именно как студию, да, и вот ты начнешь зарабатывать, все красками играет жизнь, говорят, я пришел, меня вот там чуть ли, я не знаю, в сарай на каком-то компьютере там слабом начал делать, меня заметили, ну, не верьте вы этому всему, как, ну, если вам получится, да, отсылайте, конечно, отсылайте вот эти вот ваши работы, портфолио на какие-то фирмы, но больших надежд, что вот, о, я сделал вот такое, что никто не сделал. Есть еще круче, из массы, допустим, 100 человек, 97 человек не попадут никуда, их звать не будут, и будет у вас все равно, выбор какой, или объединяться, делать какие-то свои студии, делать свои проекты, именно, да, ну, кто-то в одном городе, кто-то в другой стране, возможно, вы объединились и делаете, вот как многие блогеры сейчас показывают, как вот объединились и делают, допустим, в Unreal игрушки. Да, вот, вот это, да, я согласен, вот это будущее. Кто-то делает, допустим, персонажей, кто-то делает окружение, кто-то все это дело объединяет, кто-то волокет еще в чем-то, и получается на выходе игрушка, да, прикольная или неприкольная, но это уже судить именно тем, кто будет с ней играть. Поэтому еще раз повторяю, не ждите, что вас куда-то позовут, и вы прям в работе, в деньгах, в кайфе каком-то это утоните. Ну, это все, ну, это, как бы вам мягко это сказать, вот, чтобы не поломать ваше желание именно заниматься 3D-моделированием, лепкой. Надейтесь и планируйте только свои идеи. А там уже, как получится, позовут, ну, это хорошо. Нет, ну, чтобы у вас потом не было еще большего разочарования. Начните с того, что это хобби. Давайте вот закончим на том, что это хобби пока, вы занимаетесь, учитесь, вам это в кайф, и вас становится все больше и больше, вы знакомитесь и объединяетесь, и делаете что-то свое. Прямо вот фильм, это, взять студию Pixar, потом Disney, да? Ну, если бы Disney, ну, Disney тоже кто-то продвигал, кто-то выделял, занимал ему деньги, или давал ему деньги, кто-то увидел у него что-то, и то, что на этом можно зарабатывать. Но не так, что пришел человек и говорит, оп, и построил вот такой мир Disney, да? Или вот студия Pixar. Посмотрите, как, откуда она пошла, как она развивалась там, я не знаю. И вам все станет понятно. Так, ладно, закрыли эту тему. Надеюсь, больше от нее возвращаться не буду. Просто кайфуем и занимаемся, пока есть возможность. Гляньте, такие программы дали. Именно, чтобы вот заниматься именно своими идеями. Итак, есть персонаж. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, один меш. Видите, да? Полигрупп нет. Как это все дело разбить надо? Можно, конечно, примитивом это начать маскировать вот здесь вот все, потом это назначать Ctrl-W сочетанием клавиш полигруппы, вот, потом это все дело как-то отделять, но вы видите, что потом придется добавлять какие-то детали, это все дело дорепливать, и это дело нам не подходит. Так, это мой Ctrl-Z. Возвращаем все назад. Найдем, значит, полигруппы и нажмем, так, сначала включу полигруппы и нажмем автогрупп. Немножко нужно будет подождать. Сейчас должно все это дело поделиться. Ctrl-Shift, Ctrl-Shift не делится. Ладно. Почему не делится? Потому что вот это дело с разверткой. Делит. Удаляем то, что у нас с разверткой. Есть у нас вот персонаж, который объединен. Это вот руки, ноги. Но это нам не надо. Нам именно нужно поделить голову вот эту штуку. И попробуем теперь применить полигруппы автогрупп. Полипейнт. Полигрупп автогрупп. Вот у нас все разбилось. Почему? Потому что это все было значит сделано динамеш. Вот этому всему делу. Но динамеш был сделан именно с группами. Вот они. Если группы значит не включать, то это будет одна группа и потом будет назначение ну по-другому наверное как-то. Теперь у нас смотрите отделились глаза отделилась голова и короче все, что детали мы объединяли у нас стали по отдельности. Ctrl-Shift левая кнопка мыши кстати нажимаете Ctrl-Shift левая кнопка мыши если на эту опять полигруппу нажать то она исчезнет появятся вот эти полигруппы и можно потом уже выбирать какие полигруппы вам нужно выбрать. Так есть такое дело. Все отделено и что? Значит так рубашку, тело, руки мы трогать не будем. в принципе нам это не надо. Нам нужно отделить вот эти вот глаза от тела. Нам нужна короче голова. Ну давайте попробуем да сначала групп забьем Split Grow Split разбили все по полигруппу ну по саптулам и теперь смотрим так рубашка присутствует все голова присутствует N панели нажимаем так глаза вот они нам нужно просто отделить глаза и у головы у головы вот она голова так вот тут немножко переделать перекрасить RGB зад значит уменьшаем кисточку уменьшаем интенсивность убираем какой цвет давайте на C английской темный и чуть-чуть все это дело как бы подкрасим это все подкрасим все заделаем ну какие-то детали оставляем теперь по прошлым роликам Ctrl нажимаем голова у меня не симметричная ну что-то не у меня а у персонажа мы ее поэтому без симметрии без X ну как H русская Ч клавиша просто маскируем и маскируем именно чтобы все было закрашено аккуратно вот до таких вот так как-то смотрим чтобы рот челюсть где он будет открываться где закрываться вот такая штука делаем Ctrl W сочетание клавиш и смотрите у нас назначается еще одна поликруппа теперь мы вот эту голову опять же сплит grow сплит разбиваем ок у нас отделяется челюсть от головы здесь вот пусто что нам нужно сделать нам нужно опять же сделать дайном эс геометри делаем дайном эс можно ну чтобы ниже не было того показателя вот есть актив поинт 44 тысячи полигонов и чтобы не было ниже именно так как сказать чтобы полигонов было не меньше вот этого чтобы качество модели не потерялось делаем дайном эс вот у нас получил 46 у нас закрылась пустота вот это теперь мы выбираем можно кисточкой стандарт делать но опять же заходите в браш и автомаскинг включайте баг фейсмаск для чего когда вы отключаете баг фейсмаск вы вминаете и верхняя часть у вас не деформируется давайте посмотрим если я сейчас включу кэрибилдап и начну так через alt вот это все дело вминать смотрим видите ничего не происходит потому что модель толстая но если мы найдем начнем где-то ближе как сказать так вот давайте здесь я попробую вот здесь я начинаю вминать и у нас возможно будет здесь тоже проминаться получается втягиваться это не будет хорошо поэтому давайте все равно включим вот эту функцию баг фейсмаск и будем работать только с этой полигруппой с этими полигонами не касаясь верхних и вот это дело через alt мы все вминаем предварительно советую на двойку на тройку ставить интенсивность ну просто понемножку сидеть и вот где-то на троечку можно ну четверка можно и вот потихоньку сидеть допустим чтобы все качественно было ну не качественно но получше конечно чем сразу она во мнет там подпортит именно полигоны и вот это все дело вминаем для чего ну чтобы создать вид углубления и что здесь будет именно вставлены потом зубы на кстати поглядеть вминаем какие зубы это делать опять же снимаем control левая кнопка мыши вот дальном отключился нужно включить чтобы потом делать control и снимать эту левую кнопку мыши и делать автоматически именно изменение сетки то же самое делаем с ртом то же самое через alt делаем с глазами эта модель делалась просто как давно она делалась по роликам можете посмотреть в каком году и я только тогда начинал я не знал что не думал что я буду заниматься пробовать анимацию не заниматься а пробовать анимацию я здесь все именно пробую и поэтому я делал цельные модели вот вминаем здесь будут глаза shift левая кнопка мыши можно это дело все выгладить подкрасить потом где-то подкорректировать и вот такой процесс у нас получается так следом глаза отдельно делаем это N панель видите здесь я красил именно глаза фильма по-моему делал скриншот и вот раньше я не знал что и как тут нужно четко красить что я просто наносил лицевую часть именно обзор был внешний вид и не задумался задней части потому что она потом объединялась и в принципе мне была не нужна так что делаем теперь делать нужно вот этому глазу зеркалку поле F включаем и давайте включим FUR показывает нас вот именно центр вот x y и смотрите мы отводим глаз мы его через левая кнопка мыши подводим глазу в гизму и вот это дело перекручиваем и подставляем ну чтобы у нас получилось именно сделать симметрию так это диаметри ну так глаз у нас покрашен смотрите опять же с этой стороны больше качества да то тогда мы делаем вот таким вот образом мы этот глаз перекручиваем почему потому что именно так делается зеркалка в блендер так в блендер справа налево скульпт из альфа шестой справа налево а здесь слева направо и теперь мы это все переворачиваем находим чтобы зрачок у нас большой так и остался по зрачку ориентируемся вот это видите форма не круглая делаем модифит опозже и делаем мира эндвелл вот теперь смотрим что у нас получилось перекручиваем глаз смотрим на глаз ну в принципе ничего так можно подкорректировать растянуть и возможно где-то подкрасить с этим делом понятно с ртом понятно как отделяется челюсть понятно и теперь значит челюсть включаем вот этого персонажа ростация отключаем видимость дизма так это не то включаем нижнюю челюсть и вот с помощью ротации просто открываем чтобы рост был открытый чтобы потом все это не склеилось и нам не пришлось как-то это все дело перерабатывать модифитопол уже значит где-то что-то подтягиваем где-то что-то корректируем чтобы вы видите вот когда мы челюсть перекрутили так флот пока уже не нужен вот эта часть ушла ее нужно сделать побольше размер кисточки и все это дело здесь как бы подкорректировать но чтобы полигоны не отходили далеко от самого меша почему потому что тогда будет делаться объединение дайна меш потом все это дело будет рвать возможно даже будет где-то дырки дыры в меше нам не нужны и теперь получается у нас вот такая штука одного глаза нет почему потому что мы его переворачивали давайте вернем его этот где он у нас этот не тот M панель вот он глаз по-моему он проверим контролл Z возвращаем все выбрас в блендер скульпту с альфа 6 возврат идет на контрол Z сочетание клавиш ну везде многих да и по-моему Maya контрол Z это вот именно одна и та же функция сочетания клавиш так вот получается наш персонаж все мы открыли рот объединили все теперь нужно это опять объединить M панель геометрии так пардон саптулы так мершдаун мершдаун а у вас и все вот эти вот саптулы объединяем и делаем всему этому сначала дайном эс для чего мы склеиваем все полигруппы чтобы когда мы ставим потом именно в блендер кости у нас не получилось что это все развлекается это будет одна единая сетка побольше так 336 тысяч полигонов ставим чтобы хотя бы 335 было видите 115 это уже теряется качество персонажа почему он уже раскрашен и он имеет свои полигоны по которым этим это дело все нанеслось да если сейчас мы сделаем 100 там 50 тысяч полигонов то качество вот этого персонажа уменьшится во много так делаем динамеш прибавляем резолюцию вот 500 582 тысячи полигонов это уже даже cbis вот у нас получилась одна полигруппа при скрете всего всех мэшей получается одна полигруппа мы делаем дубликат на верхний саптул делаем что делаем по прошлым роликам ZRMS ну или ручную ретопологию которую я в принципе очень терпеть не могу это очень долгая тема никто ее не любит ну возможно кто-то и кайфует от этого дела каждый полигончик вставить но это если модель прям бомба можно с ней заморочиться ну а так давайте автоматом поставим симметрия отключена иксимметрия видите отключена причем модель не симметрична если я сейчас поставлю иксимметрию здесь то модель сделается левая сторона на правую и получается ну как модель политопология будет симметрична давайте я уже объясню так получается смотрите если у нас включена симметрия то модель должна полностью быть симметрична у нас тело симметричное но голова без симметрии вот сверху я вам покажу что этот глаз дальше здесь вот вы видите при симметрии все это будет выглядеть вот так вот он симметричный персонаж вот так он выглядит Ctrl Z но я его делал именно уже ну как сказать с мимикой я не хочу это дело пока терять пусть он таким и останется значит будем делать симметрию отключаем и делаем ZRMH где у нас полигонаж ставим поменьше делаем ZRMH у нас получается 7000 полигонов можно даже до 1000 полигонов опустить опять же ролики есть где это все дело проделываю добавляем Ctrl D добавляем полигонаж вот эти модель уплотнилась и проецируем все детали на низко полигональную модель с высокополигональной Project Out жмем да все спроецировалось вы видите что теперь модель не отличается от высокополигональной за исключением что у нас изменилась сетка вот такая что теперь делаем делаем теперь развертку UV Master делаем Workstone Clone Unwrap все это делаем верху сейчас прогоняется быстро потому что 7000 полигонов это очень мизер делаем копии UVS нажимаем на вот эту крашеную моделку и нужно все это дело теперь прикрепить в паст UVS следом заходим текстуры map находим крит находим new chrome polypane вот она наша получилась развертка персонажа автоматически потому что я не рисовал именно в плагинах есть возможность рисовать именно где будет проходить линия разреза ссылку в описании выложу на этот ролик посмотрите ну и все теперь что нам нужно нам теперь нужно уменьшить так девайды до первого уровня и сделать что normal map что такое normal map вот эта вот штука на ней отображаются все вот эти рельеф впадины какие-то если у вас модель покажу как же это объяснить так если у вас моделька прикреплена именно развертка вы видите что я убрал текстурирование вот эти текстуры раскрашивания она все равно здесь есть почему потому что сделана развертка которую можно опять же посмотреть где gildi map morph fury вот она вот так развергло нашего персонала что я хотел показать значит здесь уже не получила надо так поле вот такая сетка у нее видите будет крупная 7000 полигона если мы сделаем 28000 полигона качество персонажа конечно будет лучше вот так но будет весить больше так еще что хотелось а нормал map да вот когда мы сейчас сохраним нормал map потом его применим и вот это качество вот этих цветочков вот этого всего на низкополигональной модели будет выглядеть вот так вот более качественно более лучше да это вот делать нормал каута ну и теперь все это дело сохраняем экспорт экспортируем в папку и идем в блендер заходим в блендер и подгружаем сюда все наши именно как наши саптулы находим файл импорт находим опш почему потому что блендер мы пардоните забрать мы сохраняли именно в опш формате можно сохранять и в ctl и в fbx тоже в браз ну я сохраняю именно в опш находим где у нас находятся все эти файлы находим рангу все это дело вот видите он без глаз подгружается почему потому что глаза точно так же я делал отдельно как и персонажа именно его развивку можно его сгладить получается шейдер смут он будет латкий и будет вот при такой текстуре итак персонаж подгружен все собрано мы теперь все ненужное здесь отключаем почему потому что здесь уже у меня после миксама закинуем его в миксам вставляем ему косточки находим ему анимацию n панель с помощью аддона миксама преобразуем вот в такие вот видимость костей так это значит камера и лист отыщу но кости на самом деле будут выглядеть вот так стандартно а это уже после изменения изменения их внешнего вида и у нас получается есть анимация вот такая штука но разговора у нас не будет вот этого давайте еще один файл новый открою кстати новый файл открывать dot new general don't save или save n так delete куб удаляем файл import fbx файл теперь находим где у нас этот персонаж после миксама выбираем косточки видите их не видно нужно им поставить in front via port display in front мы видим спереди n панель находим миксама крит преобразуем их вот в такие вот видимости ну как внешний вид меняется костей это те же кости в эти мод вы видите что это те же кости но просто другой вид у них заменены кости допустим на сферы на цилиндры на кубы и так далее приятнее было и меньше заполнял вот этого нашего персонажа вот у него анимация но рот у него не работает не открывается и не закрывается почему потому что не вставлены кости стройка на 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 заходим в edit мод выбираем клавишу e alt p create p alt p это сочинание клавиш на панели screen cascade значит мы устанавливаем s уменьшаем подставляем нижнюю косточку там где будет линия сгиба нашей челюсти вот привязываем голове ctrl p и пол set то же самое производим с fd делаем с верхней частью r перекручиваем подставляем где-то вот сюда и вяжем по новой ctrl p так она уже вязана потому что и вот эта косточка она тоже вязана и мы ее дублировали и привязка тоже дублировала но если она отвязана это alt p то тогда убираем ее через шип левую кнопку мыши головную кость или другую позвоночную к чему должна она будет привязываться и делаем ctrl p и после это делается привязка таким делом понятно то же самое делается с веками добавляются косточки на рот добавляются косточки и заходим в object mode что это на ломпаде или единица на ломпаде выбираем персонажа выбираем кости делаем ctrl p делаем будет автоматик выйдет все перевязывается и у нас теперь нижняя цельсль будет закрываться и все косточки работают конечный вид это значит open конечный вид это вот такой персонаж кости которые вставлялись уже не в миксам заменены внешним видом именно born widget аддоном ссылку оставлю в описании как это все дело делается ну и получается у нас персонаж может разговаривать глаза отдельно вставлены косточки сейчас покажу полусмот глаза вот они глаза у нас у них отдельные кости мы можем ими чуть ли там не знаю чтобы глаза не подпрыгивали делать перекручивать вот так ну и вот так вот где-то передвигать там чтобы боку смотрел вот так ну и погнали вот вам такой вопрос вот уже можно делать че мину фильм ранго ну вот состоит такой процесс переделки персонажа не всегда он получится конечно если так в принципе все зависит от файла который остался у вас да или который вам переслали если там в браз будет все по-другому как-то персонажам обстоять то возможно эта ситуация разделения по полигруппам и вот такого изменения не получится или персонаж допустим после майки или после другой программы там уже другие вопросы могут появляться в процессе вот этого передела ну вот своим файлом нормально вроде бы все получилось осталось теперь зубы ему сделать можно еще добавлять какие-то анимации так хвост хвост можно еще допрописывать я поставил опять же по прошлым роликам без таргета на control 6 c universe kinematic настройка кости на 6 костей и отключенный таргет и поле таргет и у меня получается через G клавица я могу просто управлять с этим universe kinematic так ну не знаю понятно что-то тут рассказал или нет напишите то что вам интересно возможно какие-то еще вопросы можно будет посмотреть ну вот пока прошелся по старым своим работам именно по рангу ну еще хочу напомнить не надейтесь то что вас позовут куда-то вот там все говорят старайся все будет зашибись и тебя заметит какая-то студия не надейтесь делайте свое или кайфуйте от этого дела вот просто как я кайфую я не хочу ни в какую фирму попадать я просто этим занимаюсь мне это балдежно я хочу делать какие-то свои проекты в будущем мультфильму делаю Робинтон Кружев тяжелое это дело в одну каску конечно все это дело делать но иногда не хочется иногда хочется но не хочется короче много вариантов объединяйтесь больше вас уже много общаюсь именно в интернете многие мне пишут вконтакте я с многими общаюсь делают кто-то свои игрушки кто-то проекты но там не один человек уже объединились и вы все объединяйтесь и в принципе не смотрите на пиксар на мультипликационную эту студию мельница зачем идти в какую-то студию где вам будут говорить это делать вот так вот так вот так и ни шагу назад влево тут все уже согласовано делайте свое делайте свои персонажи делайте свои анимации кривые косые ровные но они будут смотреться почему-то потому что они сделаны от души и все вы в интернете можете много увидеть анимаций где модель грубо сказать страшная что-ли да а мультфильм так построен аж приятно смотреть дело даже не в тех персонажах а сюжет ну такие дела все всем до свидания всем пока